Барак Обама вернулся в Чикаго, город, где началась его политическая карьера, чтобы произнести свою прощальную речь. У собравшихся, впрочем, была другая идея. Еще четыре года скандировали они. Президент использовал эту платформу, чтобы рассказать о том, что считает своими достижениями. Если бы восемь лет назад я сказал вам, что США выйдут из большой рецессии, вдохнут новую жизнь в автоиндустрию и начнут самый продолжительный в нашей истории период создания рабочих мест, Если бы я сказал вам, что мы откроем новую главу в отношениях с кубинским народом, остановим иранскую ядерную программу, не сделав ни одного выстрела, уничтожим организатора нападений 11 сентября, если бы я вам все это сказал, вы могли бы возразить, что мы подняли планку слишком высоко. Говоря о потенциальной угрозе американской демократии, первый чернокожий президент США был весьма откровенным, описывая расовые отношения в стране. После моего избрания говорилось об Америке, в которой нет расовых различий. Такой взгляд, несмотря на благие намерения, никогда не был реалистичным. Расовая принадлежность остается мощной и часто вызывающей рознь силой в нашем обществе. Президент был очень эмоционален, когда благодарил жену Мишель и своих дочерей. Мишель Лавон Робинсон, девушка с юга Чикаго. Последние 25 лет ты не только была моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом. Те, кто несколько часов простояли в очереди, чтобы услышать его, не пожалели. Мне его выступление показалось жизнеутверждающим. В нем были надежда и вдохновение. Это то, что нам нужно сейчас услышать. Барак Обама покидает пост президента, когда уровень его популярности высок. Но это не помешало избирателям выбрать ему на замену Дональда Трампа. И теперь Обаме остается только наблюдать за тем, как республиканцы пытаются уничтожить многое из того, что он считает своим наследием. Продолжение следует...